Здравствуйте! Я Олег Рожков. Прямо сейчас главные события дня в программе «Область новостей». Сегодня в выпуске. Новые указы, меры поддержки и поправки в Конституцию. Затем, что происходило в столице, на большом экране наблюдали и наши корреспонденты. Ежегодное послание президента к федеральному собранию – это один из трех конституционно предусмотренных поводов для сбора двух палат парламента вместе. Рядом они сидят только при обращении к ним конституционного суда и лидеров иностранных государств. Для студенчества и преподавательского состава технического университета – это тоже хороший повод собраться вместе. Обращение начнется с минуты на минуту. Комфортабельные палаты, новое медицинское оборудование и уютная игровая. После капитального ремонта в детском отделении Жердевской районной больницы побывал Дмитрий Шапкин. Каждая палата расписана в приятной цветовой гамме. Здесь установлены специальные функциональные кровати, в которых поднимаются спинки и ноги. А окна здесь тоже на замках, чтобы ребенок мог выпасть со второго этажа. Кроссфит силовиков. Командные соревнования спортивно-физкультурного общества «Динамо» увидел Дмитрий Сергеев. Чтобы выяснить, где служат лучшие атлеты, командам предстоит выполнить четыре задания. Они включают упражнения на баланс, на силу, на выносливость. И время на их выполнение ограничено. Самое важное событие этого дня для всей страны – обращение Владимира Путина к федеральному собранию. Традиционно послание определяет векторы развития России на ближайшие годы. Новые указы, меры поддержки и поправки в Конституцию. Познакомиться с государственными задачами в прямом эфире и тут же их обсудить смогли зрители онлайн-трансляции. Показы организовывал региональный штаб Общероссийского народного фронта. Затем, что происходило в столице, на большом экране наблюдали и наши корреспонденты – Юлия Савушкина и Павел Юрасов. Ежегодное послание президента к федеральному собранию – это один из трех конституционно предусмотренных поводов для сбора двух палат парламента вместе. Рядом они сидят только при обращении к ним Конституционного суда и лидеров иностранных государств. Для студенчества и преподавательского состава технического университета это тоже хороший повод собраться вместе. Обращение начнется с минуты на минуту. Плечом к плечу в зале сидят представители студенческого актива, кандидаты и доктора наук, члены ОНФ. Они знают, в своей речи президент затронет интересы каждого гражданина страны, поэтому ловят каждое слово. Внешняя политика, оборонный комплекс и макроэкономика страны – вот пища для ума экспертов. Очень важно развитие в целом экономики страны, потому что мы выпускаем профессионалов своего дела. И вот как они дальше, какой их будет карьерный рост, какое применение найдут своим полученным знанием, полученным в нашем ВУЗе. Вот это все очень важно. Особенно чутко, как прямое руководство к действию слова президента восприняли члены Народного фронта. Что неудивительно, ведь Владимир Путин лично обратился к ним в своем послании, призвав проконтролировать исполнение некоторых поручений на местах. Речь в частности шла о строительстве, ремонте и оборудовании фельдшерско-акушерских пунктов и учреждений культуры. Развитие детских садов, потому что их сейчас построили детские сады, но некоторые сады не получили лицензию, поэтому мы будем тут смотреть тоже, какое состояние в развитии детских садов, развитии объектов культуры. Тоже здесь очень важно, что мы видим, что уже федеральные деньги поступили в региональный бюджет. Студенты, как молодые профессионалы и лидеры, уже сегодня участвуют в строительстве России будущего. Скоро перед каждым гражданином встанет серьезный вопрос о принятии изменений в Конституцию. Разработанный пакет поправок президент предложил обсудить именно в формате референдума. Новые статьи дадут Конституции абсолютный юридический приоритет внутри правового поля страны, запретят членам правительства и первым лицам иметь вид на жительство за границей, закрепят статус и роль Государственного совета, а также принципы публичной власти. Расширив полномочия представительных органов. Мнение людей, наших граждан, народа, как носителей суверенитета и главного источника власти должно быть определяющим. Все в конечном счете решают люди. И сегодня, и в будущем, и в выборе стратегии развития страны, и повседневных вопросов жизни в каждом регионе, городе, поселке. Однако наибольшее внимание зрителей привлекли вопросы народосбережения. Пожалуй, самые громкие аплодисменты в центральном выставочном зале раздались после слов Владимира Путина о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года и о ее новых правилах. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка. Кроме того, с рождением второго ребенка семья получит еще 150 тысяч рублей. Новые условия вступают в силу уже с начала текущего года. Будущие мамы из среды студенток технического университета эту новость восприняли с большим энтузиазмом. Сначала нужно закончить университет, потом позаботиться о каких-то таких там карьере своей, а потом уже о семье, конечно же. Ну, что можно сказать-то? Один-два ребенка. Нет, планируется как бы два. Вот, ну а там как будет уже видно. Вместе со мной над этим материалом работала моя коллега Юлия Савушкина, и ей я передаю слово. Спасибо, Паша. И так, да, мы находимся на Комсомольской площади 5 в областном центре. Это один из корпусов Тамбовского государственного университета. Президент уже начал свое выступление, его внимательно слушают. Члены регионального штаба ОНФ, молодежка Народного фронта, а также преподаватели и студенты. В теме приумножения народа и улучшения благосостояния российской семьи Владимир Путин уделяет особое внимание. Еще одно предложение президента в этой связи – предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. Причем уже с этого года на первом этапе выплаты составят 5,5 тысяч рублей. В дальнейшем размер нового пособия, считает президент, нужно будет увеличить вдвое. Кого затронет эта мера и как, полагаю, она должна действовать? Выплаты будут получать семьи, чьи доходы они превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть, действительно, со сложной, очень сложной ситуацией. Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный официальный доход. Обращаю внимание, нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан. Чтобы они могли все оформить без очередей и преград. Это еще не все, что можно сделать, чтобы наладить благополучие семьи, настаивает президент. Всех учеников начальных классов предложено перевести на бесплатное горячее питание. Эта мера позволит снизить расходы родителей и школьников. Программа начнет действие с 1 сентября. Говоря о современной школе в целом, глава государства еще раз подчеркивает, как важно, чтобы каждый ребенок мог получить хорошее образование. Там, где это необходимо, нужно создать дополнительные места в школах, а классным руководителям доплачивать минимум по 5 тысяч рублей в месяц из федерального бюджета. Здесь тоже много споров. Это же обязанности регионов. Здесь присутствующие в зале это хорошо понимают. Но все-таки, что такое классный руководитель? Это воспитатель. А это все-таки федеральная функция. Развитие высшего образования тоже требует дополнительного внимания, отмечает лидер страны. Число бюджетных мест стоит увеличить. В особенности это касается институтов и университетов в регионах. Люди должны получать хорошее образование на своей малой родине. Также зашла речь о создании дополнительных целевых мест для обучения. Отдельно президент останавливается на теме медицинского образования и здравоохранения в целом. Вопрос подготовки кадров, по словам Путина, в приоритете. При этом особое внимание стоит обратить на первичное звено. Путин лично попросил решить вопрос с доставкой лекарств, которые не зарегистрированы в России, но нужны больным детям. Я прошу правительства в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди, родители, особенно больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать. Говоря об экологии, глава государства призвал ввести в стране раздельный сбор мусора. При этом необходимо сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране. Эксперты Народного фронта берут предложение на карандаш. Когда президент озвучил то, что будет сформирован полный мониторинг экологических всех сфер, то есть этой почвы, воздуха и отходы, когда необходимо сформировать систему, которая позволит нам проводить раздельный сбор мусора, который позволит манинизировать размещение объемов мусора на полигонах, то, конечно же, это отрадно, потому что мы все прекрасно понимаем, что вот эта тема экологии, она только кажется такой поверхностной и популистической, потому что это основа, это наше здоровье, это наши дети. Заканчивая послание, глава государства высказал уверенность, что совместная работа ради величия России и достоинства граждан принесет успех. Зазвучал гимн, и зал встал. Встали и те, кто наблюдал за выступлением президента в режиме онлайн. Кстати, в нашем регионе таких площадок было пять. Как только Владимир Путин закончил с посланием, своим мнением по поводу его предложений поделился губернатор Александр Никитин. Не могут не получить должного эффекта предложения президента в части опять народозабережения в области демографической политики. Он четко, Владимир Владимирович, обозначил, что демографическая политика – главный национальный приоритет. В этой связи меры, которые касаются и поддержки рождения первого ребенка, и материнского капитала, и выдачи пособия по уходу за ребенком от 3 до 7 лет. Но это просто действительно революционно в порядке предложения, которые, в общем-то, действительно должны привести к соответствующим результатам. Результатам, я имею в виду, в плане укрепления нашего потенциала демографического, вообще укрепления человеческого потенциала. Все предложения, озвученные президентом, будут учтены на региональном уровне. Уже на этой неделе губернатор пообещал дать соответствующие поручения всем ответственным. Юлия Савушкина, Павел Юрасов, Олег Осипов, Михаил Мальцев, Анна Мусатова, Ольга Кириллова. Область новостей. Промышленный потенциал Тамбовской области сегодня вырос ровно на один новый перспективный проект. На Мичуринском заводе «Миларем» заложили капсулу в основании нового цеха, который позволит трудоустроить 400 специалистов и даст солидную прибавку в бюджет региона в виде налоговых отчислений. На торжественной церемонии побывала и наша съемочная группа. За моей спиной творится беспривлечения новейшая история завода. Происходит вдавливание первой сваи будущего нового цеха, который позволит ремонтировать в год до 70 локомотивов. Свая производства Бокинского завода строительных конструкций входит в грунт, как в масло. На этом самом месте уже через год подрядчики обещают установить новый современный корпус. Его площадь 5,5 тысяч квадратных метров. Перед закладкой место строительства осветил митропавец Ничуринский и Маршанский Гермоген. Предприятие получает большое количество заказов на ремонт локомотивов от РЖД, но выполнит пока может только половину. Это главная причина старта строительства нового корпуса, стоимость которого 702 миллиона рублей. Возводить его завод будет на свои средства. Цех позволит аккумулировать ремонтные работы по нескольким видам локомотивов и создаст около 400 рабочих мест. Такую масштабную стройку на Милареме запускали только в советское время. Площадь не позволяет увеличить объем ремонта. Если мы сейчас ремонтируем 60 локомотивов в год, 61 год локомотив мы сделали в прошлом году, то нам необходимо выйти на общий объем ремонта 112 локомотивов М62. Точно так же увеличение объема в почву М3 необходимо до 250 единиц. Заветная кнопка нажата, процесс пошел. В бетон помещают капсулу с посланием для потомков. Такое событие для заводчан – настоящий праздник. Причем в прямом смысле, ведь запуск нового производства позволит повысить зарплату, средний уровень которой на предприятии свыше 30 тысяч рублей. Начало строительства нового цеха – это увеличение количества рабочих мест. Это комфорт и уют для проживания граждан. Это дополнительное поступление в бюджет для развития нашего города. Я очень благодарен Алексею Николаевичу Коршукову и его команде за то, что они сумели сохранить предприятие и приумножить тот потенциал, который у них был. Как отметили в руководстве завода, уже в этом году зарплату обещают поднять на 2-3 тысячи, а к 2025-му, когда цех выйдет на полную мощность, ее уровень значительно вырастет. «Милорем» имеет все шансы упрочить позиции одного из крупнейших промышленных предприятий региона и выбиться во всероссийские лидеры отрасли. Дмитрий Шапкин, Евгений Михеев, Александр Кобзарев. Область новостей. Комфортабельные палаты, новое медицинское оборудование и уютная игровая, которую расписали местные художники. В Жердевской районной больнице после капитального ремонта открыли детское отделение на 12 мест. Уровень комфорта для самых маленьких пациентов оценил Дмитрий Шапкин. В новом детском отделении все функционально и продумано. Например, в палатах двери здесь прозрачные, чтобы медсестрам легче было наблюдать за детьми. Каждая палата расписана в приятной цветовой гамме. Здесь установлены специальные функциональные кровати, в которых поднимаются спинки и ноги. А окна здесь тоже на замках, чтобы ребенок не мог выпасть со второго этажа. Маленькая Катя попала в больницу с тензелитом. В отделении ей понравилось. Ее состояние после первых процедур стало лучше, а когда пришла в новую палату, сразу обрадовалась. Им с мамой и соседкой досталась комната, стены которой буквально излучают солнечное настроение. Сразу понравились котятки. Заметила щеночка, еще больше полюбила палату. Все очень хорошо, все чистенько, отношения очень хорошие. Медсестры, врачи все хорошие. Ремонт в отделении сделали всего за три с половиной месяца. Шесть миллионов дал областной бюджет, еще миллион больницы собрала вместе со спонсорами. Удалось обновить палаты, оборудовать кабинеты и процедурные, сделать уютную столовую. Самая большая гордость – игровая. Все тут от мебели до игрушек выполнено в ярких тонах, которые помогают повысить настроение малышей для их скорейшего выздоровления. Красивые рисунки тут повсюду. Пост медсестры в едином цвете с интерьером холла. Отделение получилось красивое, светлое, с хорошими площадями в палатах. Все ремонтные работы и все помещения соответствуют санитарным правилам. Закуплено новое, полностью новое оборудование на отделение, которое также имеет медицинскую сертификацию. А это еще одна новинка. Реанимобиль класса «Б» на базе внедорожника тоже приобрели на областные средства. Сегодня он впервые выходит на дежурство. Как говорят медики, он оборудован самыми передовыми инструментами и может пробраться к пациенту и по сугробам, и в осеннюю распудицу. Здесь оборудование, навешивший дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, кардиограф, глюкометр, кушерский набор, новый реанимационный набор, педиатрический набор, различные шины, новый кислород, портативный аппарат для искусственной вентиляции легких. Лечиться с комфортом и искренним участием докторов – одно удовольствие. Маленькие пациенты Жердевской больницы уже ощутили на себе это в полной мере. Хочется надеяться, что в будущем такое обновление получат все детские отделения районных поликлиник. Ведь забота о здоровье малышей – одна из главных задач в нашем обществе. Дмитрий Шапкин, Михаил Мальцев, Ольга Кириллова. Область новостей. Спектакль «На стульях» – это новый проект, который презентовал в своих стенах музейный комплекс «Усадьба Сеевых». За основу организаторы взяли комедию Семена Злотникова «Пришел мужчина к женщине». На пьесу не для актеров, а для зрителей посмотрела Елена Хромова. Через несколько минут перед зрителями развернется история двух людей, которые пытаются обрести друг друга. Она – телефонистка, он – фармацевт, оба – одиноки и пытаются найти родственную душу, чтобы заполнить внутреннюю пустоту. Случайная встреча изменит их жизнь. Новый год «Усадьба Сеевых» начала с нового проекта «Спектакль на стульях». Организаторы даже не предполагали, что интерес у зрителей будет столь велик. Около 80 человек пришли не смотреть спектакль, а слушать. Это концертное исполнение спектакля. Данный проект создавался на желании возродить традиции семейного чтения вслух, которая была очень популярна в начале 20 века в дворянских имениях. Действующее пространство. Комната в однокомнатной квартире в новом доме. Мебель почти вся новая. Одно большое кресло и новое. И над столом не новый. Оранжевый абажур. Часть первая. Перед зрителями поставлена задача творческая. Они должны услышать текст, почувствовать его ритм, стиль, его внутренние законы. Ведь пьеса не только материал для полета фантазии режиссера и актера. Никаких декораций, профессионального света. Читка своего рода эскиз спектакля, который каждый для себя выстраивает сам. Когда уже визуальные картинки, которые созданы кем-то другим, они уже надоедают. И мы перестаем включать собственную фантазию. А ведь чтение и восприятие какой-то информации на слух как раз и возбуждает нашу фантазию, наше воображение. И поэтому у каждого, когда он слышит какой-то текст, то картинка совершенно самостоятельная. Текст пропущен через индивидуальность двух человек. За такой эксперимент взялись Пётр Куликов и Ирина Горбацкая. Интерпретация пьесы представлена в деликатном виде. Речь актеров не монотонна, а выстроена. Они не играют, а проживают каждую фразу. И если для заслуженной артистки это дело привычное, то для Петра Куликова волнительное. Хотя он был опыт актерский, но это было уже достаточно давно, 7 лет назад. Единственное, что меня, наверное, спасает, это моя педагогическая практика. Потому что, когда работаешь со студентом, ты всё равно окунаешься в эту актерскую стезю. Ты что-то там показываешь, ты поясняешь. Эта работа, наверное, не уходила из меня никогда. Читка продолжалась около двух часов, и всё это время в зале была тишина. Такой формат спектакля на стульях зрителей устроил. Ведь каждый из них смог почувствовать себя режиссёром услышанной пьесы. Елена Хромова, Александр Позняков, Ольга Кириллова, Область новостей. Тамбов взял Европу. Спортсмен из областного центра Антон Бубнов завоевал золото на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Как он тренировался перед главными соревнованиями своей жизни, и что чувствовал после победы, расскажет наша съёмочная группа. Пять-шесть раз дней в неделю по два часа. Столько времени и все свои силы Антон положил на спортивный алтарь ради победы. В зале он всегда и темпа не сбавляет, даже после своего триумфа. Черта, отличающая настоящего профессионала от временных игроков в мире единоборств. Его упорство и привело к такому результату. На минувшем первенстве он провёл три схватки и из каждой вышел чистым победителем. То есть не дал заработать своим оппонентам ни одного очка. Говорит, сложнее всего было бороться с белорусом. Но поддержка родителей и тренера помогла покорить ранее недостижимую им вершину. Чувства были вдохновлены, получается. Ну, говорят, что получается, рано ещё радоваться. Но то, что он выиграл на чемпионат Европы, получается, вот, хочется вернуться обратно. Такие чувства, чтобы вернуться обратно? Да, чтобы получить ещё такие вот эмоции, чувства и так далее. Но таких свершений в жизни Антона могло и не случиться, если бы не его тренер Игорь Тарасов. Дело в том, что родители юного борца были против занятий таким видом спорта. Переживали за сына. Но опытному ментору удалось переубедить беспокойных родственников. Ведь собственного сына он также отдал в спорт. И тот громко о себе заявил, став победителем сурдолимпийских игр по греко-римской борьбе. Вот и из Антона Игорь Владимирович сумел выковать победителя. Поэтому сейчас своим подопечным доволен. Сейчас Антон готовится к первенству России, которое пройдёт в Саранске в феврале этого года. Если ему и там удастся одержать победу, то, отстаивая честь своей страны, он будет уже на чемпионате мира, который пройдёт в Турции. Антон мечтает стать участником сурдолимпийских игр. Но перед этим ему предстоит доказать своё право на это ещё не в одном серьёзном соревновании. Олег Рожков, Олег Осипов, Тимофей Слатвицкий. Область новостей. Наступил юбилейный год победы в Великой Отечественной войне. И в Тамбове уже начали его отмечать. Так члены спортивно-физкультурного общества «Динамо» посвятили этому знаменательному событию командные соревнования. А увидел их наш корреспондент Дмитрий Сергеев. В одном из фитнес-клубов Тамбова сегодня было жарко. Представители силовых структур разбились на команды по пять человек, чтобы устроить настоящую зарубу по силовому многоборью. Чтобы выяснить, где служат лучшие атлеты, командам предстоит выполнить четыре задания. Они включают упражнения на баланс, на силу, на выносливость. И время на их выполнение ограничено. Турнир посвящен 75-летнему юбилею Великой Победы. Личный зачет здесь не предусмотрен. Все участники борются только за первенство команды и честь своей силовой структуры. У нас в связи с вами завели из шести команд четыре команды. Это команда Росгвардии, команда МВД, команда УФСИН и команда отдела фельдсвязи в Тамбовской области. Ребята тоже такие спортивные. Михаилу Раскатову не впервой представлять интересы родной Росгвардии. Мужчина называет себя универсалом. Он выступает на соревнованиях по легкой и тяжелой атлетике. Но силовое многоборие имеет для него особое значение. Во-первых, это, скорее всего, преодоление себя. Потому что кроссфит – это такая дисциплина, где важна и сила, и ловкость, и, прежде всего, сила духа. Ну и, естественно, цель Росгвардии всегда будет первым. Посмотрим, как получится сейчас. Все участники проявили железный характер и сражались до последнего. В результате ожесточенной борьбы лучшими оказались атлеты УФСИН. Награду за второе место получила команда МВД, а на третьей позиции оказалась Росгвардия. Дмитрий Сергеев, Дмитрий Наякшин, Александр Щеднов. Область новостей. Еще больше новостей на нашем сайте tvtombov.ru. А телефон нашей редакции – 56 46 48. Звоните и будьте в курсе событий вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова